Привет, танкисты! Представляю вам игру Т-зоны, как я их называю, альтернативные танковые игры, то есть не совсем похожи на танки, но сделаны все-таки в танковом направлении. Почему альтернативные? Ну, потому что, что подвигает людей играть здесь, когда есть другие, например, более красочные, более яркие. Ну, первое, это фанатикам нужно быть именно таких игр, быть разработчиком этих игр. Респект им, кстати, ребятам, всем, кто этим занимается, молодцы. Ну, или просто-напросто калькулятор, на котором происходит игра, позволяет играть только в подобные игры. Здесь вот, как среди лего, ездят танчики, причем здесь, ребят, до трех побед раз на раз вы бьетесь, три раза нужно победить, или до трех, кто там три-два, например, и побед произойдет. Есть хилочка, патроны, ну и прочее. Тут некоторые реализации, как в свое время Paperfront делал, что-то подобные обзоры. И здесь то же самое. Есть ветки даже прокачивания, ребят, несколько. В конце мы это увидим. Вот здесь происходит у нас батл такой, онлайн даже 9 человек был в начале. Это довольно-таки привлекательно. Не каждая игра сейчас может порадовать онлайном, в основном, или с ботами заходишь часто играть, или еще как-то. Так вот, это одна из альтернативных игр. Делаю обзорчик, чтобы кто-то посмотрел, может быть, действительно, калькулятор, который печатать приходится на нем и играть в эти игры, он потянет эту игру, и он с удовольствием присоединится и будет получать удовольствие, то я буду несказанно рад, конечно. А так, естественно, ну как меня, как потребителя эта игра может привлечь только с целью вот обзора для вас. Ну вот, покататься вокруг уточки тоже интересно. Утенок стоит, покатаемся вокруг него, и это тоже может вызвать какой-либо интерес. Так, как спортивный может еще вызвать интерес. Прикольно поиграть раз на раз и до трех побед, покататься, посмотреть, ветки попрокачивать, да и просто, как бы, может быть, помочь ребятам в продвижении. Потому что кто занимается этими играми, я их очень уважаю, этих ребят сидят, делают, по идее, то, что им нравится. То, что по душе, но и, по идее, ничего плохого, а только хорошего. Вот сами кто-то же придумали, это ребята, наверное, программисты сделали эту игру и каким-то образом ее продвигают. Желаем успеха, чтобы они потом и в стим ее продвинули, и какие-то деньги, хотя бы 20-30 рублей за игру поставить, шли им, кто-то будет брать, будет интересно людям. Какие-то новые фишки, вот я им советую посмотреть Paperfront, да наверняка вы знаете, вот я ее раза четыре обозревал эту игру. Довольно-таки интересно, там на бумагах, просто на бумагах танчики ездят, прикольные звуки, прикольные скины, которые выпадают. Здесь точно также можно как посоветовать, чтобы что-то с парашютов падало, какие-то патроны дополнительные, дополнительные фишечки, ну и чтобы был смысл какой-то, побольше там серый или еще чего-то. Вот победа произошла, мне наград 1724 чего-то дали, ему наград 427, то есть при поражении ты все равно что-то да получаешь. Такой графон незамысловатый, но все равно какой-либо есть. Есть и в более топовых играх он намного хуже. Так, вот масса, тут про танки все рассказано, онлайн 9, это же вообще топово просто. Чафи, ПЗ, Т-50, которые сейчас доступны, вот на этой какой-то тарелочке. Так, здесь что, давайте посмотрим настройки. Настройки только громкость и прозрачность в бою. Ясно, особых тут настроек нет, то есть, ну естественно, мы говорим про калькулятор, про графоний тут можно забыть. Вот они, ветки развития. Довольно-таки прикольно, ребят, согласитесь, КВ-шки есть и по каждому вы можете посмотреть характеристики этих танков. Основные, все, которые есть в том же World of Tanks, здесь тоже имеются. Даже каких-то нет, как вот ПТ-76Б, его нету в World of Tanks. Т-54 Лайт и СУ-152 СУ. Нормальная ветка развития советских танков. Довольно-таки интересно сделано. То есть, есть какой-то смысл не просто на одном танчике погонять, тут есть еще какие-то танки. Так, вот немецкая ветка развития заканчивается, Як-Панзер Е, Е-50 и Маус. Там Як-Панзер Е-100, который в обычных играх Пантерки, ВК-шки, Тигры и американская. Начинается с Чаффи, с Лайта и заканчивается ПТ-шкой Т-30 и М4-8 А5. Довольно интересно. На самом деле сделано уже с ветками развития. Про тот же Попперфронт, про который я вам говорил. Там никаких веток развития нет. Вы там на одном танке гоняете, просто киллы не биваете. Вообще смысла нет. А здесь какой-то есть. Победить соперника. Вот такой вот небольшой мини-обзорчик Т-зоны. Ребята, пожелаем им успеха в развитии. Единственное, что я могу им сказать. Молодцы, ребята. А с вами был Кимеев-1. Всем пока-пока, друзья. И до скорых встреч. Всем успеха! Субтитры создавал DimaTorzok